Всего за несколько лет Ленар Менсена Латыпова благодаря партийному проекту «Российский фермер» основали семейную ферму, которая сегодня насчитывает 250 голов крупного рогатого скота. Их семья стала заниматься фермерством почти случайно. У нас новый глава тогда пришел в 2010 году и он нас собрал и рассказал нам про такую программу, семейная ферма называется. 28 купили коров, из них мне 20 государство оплатило. Трудится на ферме у Латыповых, кроме них самих еще два работника. Тракторист на подвозе и раздача кормов и дояр. Среднемесячная зарплата у работников фермерского хозяйства более чем в полтора раза выше среднерайонного показателя. У нас основной костяк это одна доярка, один механизатор. Они получают 30 тысяч рублей зарплату, плюс еще телят даем бесплатно, плюс корма. Вот что надо, что у нас есть, мы стараемся их обеспечивать. За одни лишь сутки христианско-фермерское хозяйство Латыповых реализует до трех тонн молока. Причем качество продукции не вызывает у молокосборщика никаких претензий. И по жирности, и по содержанию белка, и по чистоте молока с фермерского подворья соответствуют всем нормам. А сама дойка происходит с помощью специального оборудования. Дайльные аппараты деловалевские, которые именно сейчас находятся в режиме мойки. Дуют как паром сначала левая сторона, потом правая, левая, правая. То есть одновременно делается еще массаж коров в имени. У Линары и Минсене подрастают трое детей, которые давно уже стали активными помощниками в хозяйстве. Можно сказать, что будущее семейного фермерства Латыповых обеспечено. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.